Силили зимнюю миссию в компании, но в последний момент, ну да, волна прорвалась, и вроде как мне сейчас нужно быстро отстраиваться, но меня прорвали там просто медленные зомбари, и скорее всего сейчас игра закончится, ну как сейчас, через 3-4 дня. То есть задача какая? Мы все волны пережили, вот, все волны пережили, но... Блин, это все сгрызут, капец. Сейчас, пока у меня дойдет основная группа войск, все уже закончится. То есть мне бы этих сюда... Думаю, как отбиваться, вообще не ясно. То есть нужно увеличить количество поселенцев до полутора тысяч, а меня сейчас здесь грызают все. Бараков нет. Ладно, погнали. Здесь немножечко ощупают нас. Да, меня съедают. При этом я должен чиниться, скорее всего, внизу вот это вот все вычинивать. Вот это вот, вот это вот, вот это вот, доходить досюда. Кстати, здесь тоже было бы неплохо построить рабочих 300. Я не знаю, почему я здесь не могу построить. А, потому что рабочих не хватает, рабочих рук. Да, это ггшечка. Ну, перепройдем, блин, придется перепройти, к сожалению. Я не восстанавливаюсь здесь уже. Ну, вроде отправлял я людей. Все отключено нафиг. Свободных рук нет. Это отключая, не отключая, фигня получится. Домики рабочих не... Ну, я отбился от всех волн, но мне нужно до 65-го дня восстановить все. Здесь надо будет тоже про это самое. Я пытаюсь чинить. Пытаюсь подчиниться, денег нет, рабочих нет. Я хз, как делать, действовать. Ну, то есть, все, я это тоже... Ну, а что я могу сделать? Попробовать дома построить обычные в любых местах. Хз. Не чиниться ничем. Потому что рабочих не хватает. Нужно быстро убивать людей наших. Строить где-то дома, не знаю как. Восстанавливать как-то дома. Все эти убиваю. Всех солдат лишних убиваем. Двенадцать. Двенадцать. Пытаюсь подчиниться. Сеть восстановить, дома восстановить, инком. Ну, мне это сейчас нужно выстроить. Сколько там дней у меня осталось? Шестьдесят четыре дня. У меня неделя осталась на вычинку. Пытаюсь починить все. Я надеюсь, что часть домов мы здесь починим. Это вот надо убирать сто процентов. Чинить дома, пытаться. Ой, да ладно. А там новая волна уже. Такая промежуточная, можно сказать. Капец, рабочих не хватает. А, вот дома уже строим, хорошо. Ну, допустим. Короче, вы назад возвращаетесь, хотя бы так. А дальше что? Дальше лесопилок у нас нет. Мне нужно восстанавливать работу лесопилок. Возможно, строить лесопилки, потому что не хватает их. Ладно, тут еще. Капец. Ну, тихо-тихо. Да. Конечно. Конечно, должен. Короче, пытаюсь в... Ну, почему у меня тут... Я от следующей волны, скорее всего, умру. А мне нужно восстановить экономику полностью. Вот все вот эти вот дома, вот все вот эти вот дома. До этих я еле-еле дохожу. И надо все подряд чинить, потому что, ну, не хватит мне. Короче, вопрос в том, хватит ли мне или не хватит. Я бы поставил здесь народ, на патруль. Здесь на патруль. Этих увел куда-нибудь сюда. Чинил бы, чинил бы, чинил бы. Этих бы поставил на патруль здесь. Чтоб люди не подошли в следующий. Сейчас дома достроятся. У меня с леса нет. Надо все восстанавливать. Новые из дома восстанавливать. Может, и успеем за сколько там? Пять дней восстановиться. Семьсот уже. Может, и успеем. Может, и успеем реально. Перекрыть все основные пути. Вот здесь бы еще оставить часть людей. Давай сюда. Леса, трындец, как много надо, чтобы это все восстановить. Ну, я просто жму икс, как бы, и улыбаюсь. Возможно, стоит даже... Даже обычные палатки отстраивать. Не, я успеваю. По динамике успеваю. Фух, успеваю. Добрый вечер, друзья. Я жму икс, как у малешенный. Давай тут тогда обычные палаточки. Это более простой способ нам... Вот это восемьсот двадцать количества нужно довести до полутора тысяч. И тогда будет ок. Еды, правда, ни хрена уже нет. Так, давай так. Может быть, следующее волна еще. Поселенцы возвращаются. Да, еда появляется. Блин, вырулил все-таки, а? Ну, пять дней у меня есть, уже девятьсот. Мы восстановили большую часть, отбились. Если сейчас... Прямо сейчас меня не сожрут. Вот прямо сейчас меня не сожрут. Может быть, тогда сделать... Ай, не смогу сделать стенку все равно здесь. Здесь смогу сделать стенку. Это неплохой вариант. Чисто вот такой вот каменный. И отправить идти к за стенку. Вселенцы в девятьсот. Эти... Тянемся, тянемся. Сейчас до блока этих домов дойдем. И если удастся их починить, я бы часть еще рабочих сюда перевел. Тысяча пятьдесят. Блин, я уже думал, что все. Придется зимку переходить. Пере... Пере... Проходить. А это уже было бы третье прохождение наше. Все, дома достраиваются. Тысяча девяносто. Еееей! Зажигается свет в домах. Ну, все это съели, понимаете? А тут мало того, что от всех волн нужно отбиться. Мы от финальной волны отбились, которые со всех сторон. Но у меня съели юг. И да ладно бы юг просто съели. А из-за того, что пехотинцы медленные, я, к сожалению, пропустил еще, как мне еще на севере съели. Оооо. Ага, вот они. Это плохо. Каменные стенки должны здесь дюжить. Тысяча триста. Да, солдаты молодцы. Опытные солдаты. Они даже мне без грейдов, но все равно молодцы. Видите, уже триста восемьдесят восемь. Еще достраиваются, еще дочиниваются. Тут в целом у меня было больше двух тысяч. Ох, и поезд их так джих издавил. Еееей! Тысяча пятьсот! Да! А я один раз перепроходил эту миссию. Ооо! На максималке, без пауз. Всем добрый вечер, ребята! Миша, Миша с вами. Здрасте, снова. Уууу! И сейчас мне дадут очки исследования. Пойду на, наверное, все-таки на мост снова. Хотя там шоков не будет. А, подождите, открылась новая. Может быть, какая-нибудь геройская миссия? И я смогу на халявку получить исследование. Гнездо гарпии. Гидроэлектростанция. Нифига себе, сколько. Да, герой. Есть, мы столько очков исследования получим. Ну, я с геройской миссией прохожу так, на минималке. Потому что мне интересна стратегическая часть. А, нет, такая. Блин, вот после этого в шоке вообще изи. Будет. Ооо! Погнали. Фу, хорошая была миссия зимняя. Она не очень сложная, она по макро. Просто, как обычно, ты должен знать, чего ожидать. Давайте. Герой, кстати, я даже не прокачал. Она у меня по-прежнему в первом уровне. Надо зайти ее и прокачать. Собираем очки исследования. Их 460. Карта довольно большая. Геройские миссии на максималке, говорят, в большинстве своем очень мутные. Они долгие. Их перепроходить очень муторно. Однотипные действия, как правило, у тебя здесь. Ну, и, в принципе, это не очень мое. Мне больше нравится в Биллионс именно вот миссии там, где... Ну, такие стратегические, где развиваться надо. Так, обходим пока этот объект. Явно куда-то меня ведут. Иногда шоке потом неинтересно будет смотреть. Ну, я думал проходить без них, но там реально нужно... Можем попробовать, но мне кажется, что впереди еще много интересных миссий. Прошлый раз, я думаю, если бы плюс 100 солдат было, отбились бы. Или более правильная застройка. Это, в принципе, можно сделать. Но если... Если там челлендж будет какой-то, если кто-то особо извращенский создаст челлендж и его там пополнит как-то, то... Почему нет? Просто я... Мост уже... Сколько раз, получается? Вот, там я раза три уже был на мосту. Или два полноценных все равно. То есть вот надо, не надо, это такое. Я, в принципе, уже знаю, как эту карту пройти. Даже без шок, но это будет гораздо сложнее, чем... Вот. Всем добрый вечер. Без шоков, без титусов, что еще придумать? Давайте обойдем и с этой стороны. У меня всего лишь одна граната. Но геройские миссии надо выполнять, потому что это очки исследования, в конце концов, и... Что здесь кайтить вот это вот все безобразие? Это электричество какое-то странное. Вроде уровень не такой большой. Она сама по себе довольно шустро стреляет. Даже не хочется ей лишний раз тыкать. Потому что иногда сбиваешься с ритма, и все. Вот как здесь, например. К ним надо тоже привыкать, а не... Да, вот такая вот она. Ну, очень много нам очков исследования дадут. Надо будет внимательно посмотреть. Я бы в сторону стали пошел бы. Почему? Потому что тогда мы не привязаны будем к добыче стали. Можем сразу выходить в солдат. Ну и там в кого-то еще, не знаю в кого. А также оса мне очень нравится, как халявная тема. Она, например, на той вот миссии поможет, где у нас 4 прохода и довольно большое количество зомбарей. Ну и все вот эти вот прелести жизни, типа на первая волна очень рано, и нет ни хрена ресурсов. Ну вот здесь просто нет стратегической составляющей, на мой взгляд. Разве что прокачка героя. То есть ты бегаешь по уровню. Привет, Дарья Аргента. Здравствуй. Только начали. Завершили вчерашнюю миссию сегодня на озеро. Очень хорошая тоже концепция у карты. То есть такая радиальная получается карта. Проходы, атаки. О, что-то ценное. Двадцатка всего лишь, да? И тут запрятан. Ну, надо проверять просто все вот эти вот закутки. Ладно, возвращаемся. Сам объект тоже выглядит достаточно большим, на самом деле. А, тут можно с этой стороны зайти. Окей, давай попробуем. Добрый день. Кстати, зря героя не прокачал, видите? Тут есть проблемы. Меня даже так съесть могут просто. Здоровья маловато уже. Аптека есть одна. Это все постоянно кайтить нужно, представляете? Кайтить, кайтить, кайтить. А мне показалось, этот ящик можно собрать. Ну, те предметы, с которыми ты можешь воздействовать, они подсвечены. Это удобно. А, кстати, вот это что такое? А-а-а. И? А, вот так вот. То есть к ним нельзя подходить. Ну, класс вообще. Ну, здесь смысл в том, что... Давайте зайдем, героя прокачаем. Ну, я не знал дистанцию просто, на которую можно подходить. Так, что мы полезного можем взять? Скорость атаки беру. Радиус показатель, шум атаки, броня. Скорость апаем. Урон атаки апаем. Возвращаемся. Погнали. А, прокачивать можно по диагонали, урон важнее всего. Ну да, если мы так еще идем на скорость, то урон, конечно, важнее всего. Ну и скорость перемещения тоже. Блин, серьезно перепроходить все вот это вот. Ну, мы будем пошустрее, потому что... О, у нас урон на 50% получается. 30 и 20, да, получается? Посмотрим. Ну, этих я точно с трех раз убивал. Сейчас с четырех. В смысле, с трех, сейчас с двух. Да, Радиус показатель, плюсы. Этих с четырех раньше, сейчас с трех. Это как у рейнджерки, тоже улучшение ты можешь сделать. Ну и от мэра тоже улучшение может быть такое. Да, я, кстати, так быстрее даже пройду. Ну, если пройду, конечно. Ну, потому что темп просто на треть, как минимум, возрос. Почтение, что что-то уже пропустил дважды. Оказалось, что там можно было что-то взять. А, нет, все нормально. Взяли первую гранату. Может, тут здесь можно зайти куда-то. Это вроде нельзя. Так, погнали. Интересно, что это такое. Добрый вечер, ВБ. Нидроэлектростанция. Небезопасное здание. Давайте внутрь. Пока что. Можно не включать. В принципе, ничего такого. Собираем, собираем. Как много здесь всего. На объекте. И будет проще проходить благодаря жетончикам миссии. Хотя я тоже их скипаю. Пиксель-хантинг тоже не очень нравится мне здесь. Все. То есть, ты заходишь в комнату и начинаешь шариться по углам. При том, что... Здесь один человек стоит. Ну, как бы это не очень сложно. Это просто время занимает и все. Но миссии эти надо проходить. Для того, чтобы получить очень много очков исследования. Прям я жду, не дождусь. У меня прошлая миссия непотращенной очки исследования. И это еще 400 будет. Проходим дальше. Я допускаю, что где-то что-то... Пропускаю. Аптечечку. Ни хрена себе. О, это, кстати, на шоке похоже очень. На 800, видимо, они здесь тоже разваливаются все. Ну, они мелкие в целом. Зомбари довольно быстро ушатываются. Ну, а 800 вместо одинокого стоит сотня. Неплохо. Ну, типа, тебе нужно взять гранату для начала, чтобы справляться с ними. Потом, если не хватит, то откачивать вообще. Может, по умолчанию откачивать для того, чтобы... Ну, не тратить ценные вещи. Здесь вообще не вижу ничего ценного комната. Ну, кроме вот этой вот штуки. Ну, полу-то непонятно. О, осы. За... Что, захват не работает? А, надо было вот это вот включить. Тогда осы бы заработали. Ну, стоит терминал просто. Миша, что нужно сделать, если стоят неактивные? Скорость перемещения, кстати, тоже помогает, как вы видите. Вот такие вот осы даются на халяву каждый день в качестве финальной ветки, где... Которую мы взяли на ресурсы. Это очень хорошо. Я как раз их потэщу, посмотрю по урону. Взяли только гранату, да? Странное место. А, нам вообще сюда нужно. Заходим. Главное не гуфнуться просто на какой-нибудь фигне. Ну, на 25 сложно гуфнуться, хотя на вышках на вот этих вот почему бы и нет. Я так уже делал. Мне нравится на 870, приходится думать, как кайтить, куда отступать. Ясно. Ну, тут вкусы разные, каждому свое. Я, в принципе, мне биллинсы интересны именно вот свои... Такой, с миссиями и стратегиями, а не... Потому что, ну, кардинально другой геймплей. Для разнообразия хорошо. То есть, если была... Что-то малое всего собрал. Найс. Наверняка что-то забыл. А, и тут дверь не заметила в прошлом. Молодец. А вот это не заметила еще какой-то предмет. Зомбарь, где-то обниматься там. Так, следующая комната. Объект довольно большой получается. Еще вот дверь не заметил. Возле трубы сундук. Возле трубы. Тут сколько труб? А, вот этот вот. Вот она, еще одна труба. Аптечка там просто. Жетончиков уже 200 из 260. А вот с точки зрения исследования, да, пока беда. Я думаю, что я найду в конце большую часть из остатков. Ну, типа финальной комнате. Это выход наружу, кстати. Я здесь был. Зачищу, но... А, тут две двери. В прошлый раз я вот эту дверь не обнаружил. Я на гранатой осталась. Ой, ты господи. Даже на 25. Такой душничок. Шумим, они слышат, что мы шумим. Да, хорошо, что я прокачал героя немножечко хотя бы. Потому что вот на 3 и 4 выстрелы это большая-большая разница. Последнюю гранату потратил. Что, возможно, зря. Вижу дальше немного лутом. А что там за электричество? Я не понял. Они не могут сами это включить? Просто не хочу здесь включать, потому что черт его знает. Вон, вот что это такое справа. Мне кажется, там я могу просто сдохнуть из-за того, что... Из-за того, что оно периодически само включается. После этого, скорее всего, на мост пойдем. Ну, внимательно посмотрим исследования. Что там можно, что нельзя, на что хватит, на что нет. Нет. М-хм. опасненько ну там штука работает кого лешего он у него на 1 2 и работает причем постоянно и видимо нужно что-то с ними как-то их отключить сектор d внимание остается активным не используйте доступ из-за риска поражения электрическим током южный доступ то есть отсюда лучше не заходить мне как раз нужно вокруг вот вот здесь вот выйти пройти тут лутецкий нужно дверки значит почитать наверняка написано дам-дам да 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 так и есть осталось совсем немножко жетончиков 220 260 и здесь 330 уже 330 господи это ж какие технологии там пару уже 330 это парочку исследований ветки технологии можно взять а это значит шоке а шоке этом это значит мы мост проходим без без дикого темпа без нехватки ресурсов без 40 баллист без 200 солдат вот это вот все не обязательно уже против обычных зомбарей делать появляются у тебя вышки технологически хорошие такие которые позволяют себе позволяет тебе зомбаков не обладающих ранжевой атакой а южный ход это вот этот вот ладно раз уж я сюда пришел на душ вернуться что-то ошибка как впечатление компании мне нравятся продуманные миссии реально хорошие есть миссии продуманные ну не не соло вот эти вот я в них не вникаю я скорее про то что есть там и разные ландшафты и разные концепции прохождения миссии как я не хочу лезть в последнюю комнату учитывая что там сдохнуть можно здесь не пойти понял а сюда мы в любом случае вернулись так что не надо было считать а ветеранство будет там есть тех она опыт нужно тех она минус 20 для повышения не знаю посмотрим там очень много всего есть вещи такие которые облегчают себе ситуативное прохождение но не очень полезно на дистанции есть наоборот вещи такие которые маст хэвные и вот например если пьяна на сейчас пойду потрачу на каких-нибудь не знаю там солдат не солдат мне будет значительно сложнее две предстоящие миссии пробуем открываем аккуратненько только здесь черт как же не хочу здесь вдыхать они с определенной периодичностью загораются друзья подскажите пожалуйста то есть я могу бегать когда она не активна или мне нужно дистанцию держать я ваншотность просто не хочу ну реально перепроходить сейчас это еще игру карту я не хочу высокий риск оставайтесь главном коридоре ну видимо по вот этому периметру нельзя эти блин я знаю видимо по верху надо пройти вообще здесь я не проскочу нужно через эту штуку проходить ну то есть сейчас будет вот это раз это 3 потому что они просто бутафорская штука то есть мне видимо нужно реально проходить по вот этой вот штуки вдоль чтобы сюда сдайте если могу пробежать или окей выключили да все выключили интересно походе что все давай так там лидеры у меня гранаты есть так осталось парочкам врагов собираем ништяки надеемся что не сильно много пропускали вот он она главная задача жетончики уже все собрали а вот по исследованиям еще 80 60 30 все полностью то есть осталось только убежать отсюда и не гуфнуться случайно да окей ясно ну выходим тогда возвращаемся домой ой хорошо хорошо что не пришлось эту миссию перепроходить потому что ну так а мне сюда нужно оказывается да так что лучше через проходить ну так короче все собрали он удивительно ох сейчас разойдемся мне где-то 600 это значит на 3 на 4 технологии уах может на вас хватит со сталью еще в первую очередь конечно шоким выходим шоке идем на мост закрываем мост погнали надо не забыть только сложность поменять на более высокую записку с миссии посчитаем тоже я не фанат не фанат ставим апокалипсис снова 720 ё-моё первое что нужно это плазменные сферы катушка тесла соответственно командный центр плюс 20 процентов энергии еще дает раз и два есть еще улучшение радиус атаки но пока это я не думаю что прям мастхэвная штука а тут еще нефть будут давать золото а потом только артиллерия я бы взял транспортировку железа это нам позволит в солдат выходить без железа вообще очень хорошая штука и при этом остаются деньги рынок хорош снижает добавляет можно менять а что в целом дополнительные нет можно рыбацкие редко вышку пока нет деревянные опоры может быть но уже каменные есть командный центр основные поставки это для старта но можно пережить я думаю хорошая мельница на самом деле опять же через рыбацкие и улучшенный мельница наверно будет отдельным бонусом это упрощение это ферма ходовая солдат броня дополнительный солдат командный центр разведка ай о тут снайпер как бы мне в любом случае нужно идти вот сюда вот тут рядышком снайпы уже алё я я снайперов больше всех уважаю они хоть и медленные собаки но такие по дпс классные и универсальные что да ну сейчас действительно может не стоит тратить очки давайте пойдем на штурмовой мыс уже имея при себе шоковые вышки рэд зачем 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 пожалуйста пожалуйста без подсказок что там лучше кто лучше хуже но зачем вот с такими с таким подходом мы скоро придем к подсказкам и спойлером на на компаниях и рассказу какой билд нужно брать для того чтобы все получилось какой интерес представь это играешь тебе подходят и говорят вот тебе нужно сделать вот это вот а вот это лучше спасибо друг когда мне нет смысла вообще изучать игру так зачищаем в принципе можем тогда кучить ну поставить барак и поставить я помню приблизительно что нужно здесь делать у меня а как же какой же здесь командный шикарный за счет за счет вот 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 этого всего оишка и просто ну сразу энергии столько вообще командный центр вокруг энергии вагон я достаю сразу и до рыбов первых очень классно так здесь бы наверное даже помог немножечко нашим назад здесь экономика пошла то есть но задача какая отбиваться на мосту скорее всего при помощи баллист как обычным защищать 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 остров тоже по-быстрому желательно бы все таки я вышел бы на север вообще еды и вагон плетется один упырь я бы сюда двинулся поставил бы первую лесопилку уже там бы помог немножечко конечно в первую часть хотел бы справа зачистить все тут хватит не хватит хватит я думаю арчи это всяко полезно здесь слишком много приходится защищать в общем то можем даже шагнуть и в быстрый барак в такой ситуации мне кажется можем себе позволить все бегаем по периметру улыбаемся здесь зачищаем там зачищаем энергия сейчас будет что по лесу еще лес опа-па-па-па-па-па-па-па-па все гэгэшечка еле-еле а ты чё нет и толстяк идет блин ну ребята был неправ чё sorry ну ну моргнул я моргнул ну там дерево она не видит из-за дерева надо прочно их контролить чёрт ну и помнить про толстяка я кстати забыл совсем про него то есть не надо слишком сильно двигаться двигаться на юг потому что там либо стенку надо ставить но это опасно потому что пошумят и ну и вручную контролить этого толстяка макер сильно недооценивает great солдатам давайте пожалуйста без без подсказок пожалуйста ну вот серьезно вот только что вот буквально пять минут назад сказал что не нужно пожалуйста мне рассказывать что нужно делать что нужно исследовать мне хочется поизучать игру самому мне хочется понабевать оскорбины самостоятельно что непонятного я не понимаю я не понимаю сильно недооценит ну играли вы хорошо или смотрели ну отлично ну удовольствия у меня нет никакого играть так как хотят другие я не хочу играть так как играет так как хочется играть это же объяснимо вполне довольно логично вроде ничего сложного нет мысль простая простая логичная и не шуметь главное здесь арчами ну да и сильно не двигаться по по палатку потому что туда уже надо идти с с большим количеством да какая еда классная тот у-у-у с этим ос кайф ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, одна арча справится там. Может быть, и справится. Так, ну если... Ну тогда нужно барак пораньше добавить. Вот и все. Тогда нужно пораньше добавлять барак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается. Получается так. Инком не очень высокий. Вот это меня смущает. Или все-таки новый ряд из домиков сделаем. Толстяк где-то здесь стоит. Мне кажется, что можно... ...выкрутиться. Барак или каменку все-таки? Точнее, столярку. Камень сейчас придет. Благодаря бонусам вот мы не сильно привязаны к... Мне кажется, лучше барак сейчас сделать. Все ставлю уже. Так, привозят нам камень. Ставлю барак. Зачем мне нужен барак? Для того, чтобы как раз лучше пушить все это вот дело. И при этом быть более-менее застрахованным от прихода вот этого вот... Там их двое или трое этих толстяков. Это проблема. Они настоящая проблема. К сожалению, тут я не достаю. С хавчиком будут. Траблы, да? До первых ферм. Ну... Все равно старт быстрее значительно, чем в прошлый раз. Ну что, мне надо было тянуться за едой. Хотя бы поэтому. Помним, что справа периодически подходит. Есть у нас первый ветеран. Есть второй ветеран. Этой подольше. И я бы добавил арчей вот именно сюда. Построил бы столярку. Я помню, что здесь мне не хватало баллист обычных. На шоке это не баллисты. Это вам другие ребята вообще. Только на шоке, кажется, нужны уже новые эти. Нужна сталь. Как минимум. Нужна сталь. Я бы поставил здесь еще вот так. Да, еды не хватает. 4-5 арчей по центру будет уже вполне достаточно, чтобы... Нормально... Но желательно стенку сделать. Вот я для этого и пилю тут. Чтобы была возможность спрятаться за стенку, когда побежит толстый. Дальше фермы, грейд домов пока что, и достройка их планомерная. Общий принцип. Коричневое. Это... Это у нас место под дома. Пошла ферма. Леса трындец, как много. Главное не изземнуть толстяка, как раз. Едовно электричество заканчивается, но в целом... Можно, кстати, помочь вот здесь зачищать. А арчами этими пока не идти, например. Вот идти налево, но не идти вниз. Что вот внизу? Да. А, стоп! Мне же нужно верх чистить как раз. Потому что там сталь. Если я правильно помню, именно там сталь. И стало быть, там как раз наши будущие... Наши будущие солдаты оттуда пойдут. Строятся. Закрываем этот угол. Важный момент. Здесь арчу подъедают. Довольно кучно пошли. Временно ставлю ферму, потому что все равно мы в лейте ее можем смести. Потому что... Хотя здесь тоже уже место такое более-менее неплохое. Все, зачистили, да? Зачистили, продвигаемся. Помним про то, что рыбы здесь всему голова. И идем потихоньку, потихоньку идем на толстячков. Вот он, первый толстяк. Стоп, а, сталь же мне так уже прибавляется. Вот я зевнул, конечно. И я мог и должен был делать. Ну, тогда что? Тогда все. Тогда мы еще толстяка здесь убиваем. Солдат, не солдат, вот не знаю. Вроде как не нужно уже его строить. Два толстяка. Три толстяка. Четыре толстяка. Ну, фиг знает. Я бы оставил на патруле. Я этими пошел уже качаться. Исследований на эту нет. На домике продвигаемся, делаем новые дома. Здесь пока не добываем. Камень, потому что в данный момент он не особо нужен. Мне нужно разгоняться по добыче золота. Добавляем солдат. Зачищаем потихонечку. Сейчас будет research finished. Но перед research finished я бы... Ладно, давай. Все равно делать негде пока что. А, и не забываем, что у нас периодически будут тут уже под пинч. Надо добавлять арчей. А потом переходить, естественно, в баллист. Для того, чтобы нас не сажали там. Так, что по золоту? Тут 370 маловато будет, Миш. Золота нет. Даже до мельницы я бы построил еще несколько обычных палаток. Потому что они с точки зрения потребляемой даже энергии. Понимаете? Гораздо выгоднее, чем... Гораздо в 3 выгоднее. Чем обычные... Ну, чем вот новые дома. Сейчас, конечно, когда уперлись, когда они... Непонятно, куда дальше идти. Уже да, уже тут... Давай, солдат, пока все равно у тебя ресурсов нет. Вот. А что по еде-то? Почему ты рыб дальше не ловишь? Не ловится. Не знаю, почему не ловится, но не ловится. Может, ресурсов не хватало. В прошлый раз я только сейчас с этих выходил солдат. Сейчас мы ими уже подчищаем немножечко. Соответственно, качаем. Соответственно, освобождаем территорию. Соответственно, где у нас там ферма? Энергии не хватает. Вот мельницу я зевнул. Сейчас... Это самый пока что большой косяк. На несколько секунд. Эх, мало. Давай, двигаемся. В любом случае, надо это сделать. Дальше. Че, по рыбам? По рыбам? По рыбам на тоненького. Уж лучше пока фермы бахать. Вообще не лучше получается. Ладно, давай фермы там, где прям хорошо они встают. Давай так. Солдат потихонечку чуть-чуть назад. Следим за тем, чтобы нас не сажали тут из-за шума высокого. Дальше. Грейдим дома. Наша задача это сделать экономику. Поэтому я слежу за ключевыми. 500 на 8 день. Это хорошие данные. Помним про... Помним про... Про волны, не волны, не знаю. Пока что... Пока что я... Помним про склад. Да закроем эту. Если меня не сожрут на какую-то халяву, я уверен, что закроем эту миссию. Немножко смущает толстяк. Может быть, имеет смысл. Сначала от них избавиться. А то ведь побегут. Услышат, побегут и все. Потом, пиши, пропало. На, давай вернемся. Серчай здесь. Арчи здесь. Меня смущает. Постоянно нависающая вот эта вот угроза. Она никуда не уходит. Она просто есть. Здесь закрываем толстячка, убиваем одного, второго, третьего. Гораздо проще, видите, с этими. И может, даже по низу закроем. Как бы, какая разница. А, вот оно, пожалуйста. Еще Арчун. Да я думаю, надо уже на баллист вкопить. Это уже опаснее. Реально опаснее. Блин, сейчас на палатке, если побегут, то все. Окей. Ага, и вот, пожалуйста. Здесь оставить парочку. Низеваем электричество. Низеваем электричество заранее. Низеваем лесопилки уже, потому что лес нужен. Электричество берем временно, быстрым. Как насчет баллист, Миш? Чувствую, что начинается уже у тебя там какая-то... Так, еще одну лесопилочку, пожалуй, там на будущее. Так, заказываем, заказываем. Не забываем про рыб. Следим, когда... Да, баллисту надо уже делать. Стопроцентно надо делать баллист уже. Делаю исследование пока что. Двигаюсь. Грэйдис. Надо хотя бы одну баллисту поставить. Так, для... Для спокойствия просто. Здесь двигаемся, закрываем. Все равно территория мне особо новая не нужна. Я не успеваю окучивать... То, что у меня есть. То, что у меня доступно. Второй барак поэтому... Именно поэтому сейчас пока не добавляю. Потому что... Ну а толку если? Еды базово есть. Но по мелочи мы достроим еще, я думаю, рыбов. Серьезно? Не достроим, не достроим. Ладно, давай тогда ферму сразу же. Грохаем хорошую здесь. Так, и чего? Двигаемся. Двигаемся. Исследование на баллиста готово. Тут я хотел бы закрыть юг и зачистить уже... Подзачистить все остальное. Я бы хотел прям тыкать по краю карты. Баллист. Ну, чтобы вот ее упереть. Прям вот-вот-вот сюда вот. Первую. Чтоб от нее плясать. Без отступа по клеточкам. Еще бы сделал отступ по... Ну, по этому... Сделал бы... Чем-то хорошо. Так, все. Сейчас занимайся тем, что выстраивай экономику на зачищенной территории. Это самое главное. Если есть возможность, строй сразу дома второго тира. Потому что в отличие от выживания, как вы... Ну, как мне верно подсказали. Тут нужно больше времени до того момента, как... Серьезно, не получится? Давай на восьмерку сюда. Ну, тут еще лесопилку можно поставить. Но она перекроет все. К чертям собачьим. Здесь оставляю на патруле. Там трех человек, скажем, ветеранов. Остальными уходим. Дочищать. Еда заканчивается. Эти не сильно много шумят. Соединяемся с арчами. Зачищаем этот закуток. Помним про склад. Который я бы бахнул уже где-то здесь. Первый. Стали вроде много на шоков ненужным. Да, давай сейчас прямо упарываемся по экономике. Для этого тебе нужно продвигаться. Сделать здесь. Сделать там. На юг пока не идем. Потому что у меня будет огромное количество территории, которую необходимо занимать. Блин. Жалко, что ход кейв нет. Я уже, скорее всего, приноровился к определенным, если бы они были. Тянемся, тянемся. Вот он, 14-й день. Это, типа, первый. Нет, слишком далеко-то поставил. Хотя там не поставить, оказывается. Я понял вас. Дочищаем. Грэйдем. Ставим пока обычный здесь. Хотя надо предусмотреть под склад, да? Склад надо здесь бахать. Причем желательно сделать это сразу же. Хороший склад намечается. Дальше вижу, что не хватает леса. Докидываем лесопилку. Эту часть мы зачистили. В свободных местах тоже желательно бы ставить. Как насчет каменки добыча каменок? Да нет, у тебя экономика пока не очень. Идти вниз? Да нет смысла пока идти вниз. Кроме как, чтобы получать опыт. Варианты? Варианты строиться. Пока улыбайся. Следи за тем, чтобы не втыкать. Вот как ты сейчас воткнул с мельничкой. Следи за ключевыми показателями. Сразу выстраивай то, что нужно. Здесь ряд домов. Здесь группа домов. Давай. Не хватает леса, как вы видите. Хороший показатель. Ну не только леса, на самом деле. Тут прям комплекс всего. Ну леса в первую очередь. Согласен. Вообще, ладно, 11. Во, 13. Хорошо. Чуть перегруппироваемся. По этой же логике я сейчас не заказываю второй барак. Вот, второй баллист уже имеет смысл заказать. Продвигаемся дальше. Экономика, экономика, экономика. Экономика в первую очередь. Сейчас тикнет, сделаем вторую баллисту. Будем планомерно добавлять с минимальным отступом в одну клетку. Да, стороны железки могут прибежать. Надо обязательно закрыть. Вообще, может быть, имеет смысл уже каменку ставить потихонечку. Нет, нет, нет. Это слишком дорого будет тебе. В данный момент это будет слишком дорого. Сто процентов. Такая экономика хреновая. Чтобы каменку ставить. И потребности в этом нет. То есть ты не забустишь ни хрена с этой каменкой со своей. To break through. Вторая баллиста доделывается вовремя. Ну что. Сейчас я бы, наверное, уже достроил второй барак. Давай еще одну, конечно. И сюда двигайся, и сюда двигайся. Построил бы второй барак. Да нет, пока не надо. У тебя хреновая экономика. Тебе нужно второй барак ставить тогда, когда ты будешь готовиться выдвигаться дальше. Ну я вообще уже готовлюсь выдвигаться дальше так-то. Ладно, тогда строю второй барак. Убедил. И достраивать солдат. Вот, это я уж понимаю. Экономика хорошая. 900 на 17-й день. Надо периодически добавлять. Будет... Кстати, здесь надо будет поставить другую штуку. Неправильно стоит башня Тесла. Надо перестроить будет после того, как они добегут у меня. Давайте, наверное, камень спинталь поспорничку добывать. Отлично снес домик. Просто кайф. Это не то, что тебе нужно. Не надо тебя пока каменкова добывать. Перестраиваем эту штуку. Ставим ее как-то вот так. Добавляем третью. А, не дотягиваюсь, да? Давай сразу мастерскую все-таки по камню сделаем. По крайней мере, исследую ее. Потом, мне кажется, что-то немножко не того. Все, дозаказываем, выходим. Кстати, не совсем. Мы должны оставить опять же парочку людей, желательно ветеранов, на патруль, чтобы не прошли. А самим потихонечку зачищать. Электричества не хватает. Ставим. Ага, я там. Опа. А, ну хорошо. По крайней мере, питание вернулось. Даже если они пройдут к баллисте, скорее всего, мы вытащим здесь, да? Ну, надо было восстановить и поставить вторую. Так, что еще? Каменку-то хотел, да? Да не, рановато. Да не, уже камень идет. Ну, ресурсов мало, Миш. Последние палаточки до грейжеваю. Чуть-чуть назад. Закончилась еда, стремительно причем. Опять же, домики рыбабельные. Нормально. Ну, кое-как. Причем, как вы видите, с едой, ой, в смысле, с лесом у меня все очень хорошо. Я вот думаю... Я вот думаю, что дальше. Да вижу, что две достраиваются. Простраиваются. Протягиваем. Что-то делается. Есть место, под каменку оставлю. Нет, так не надо. Блин, не успел подчинить сверху. Надо еще одну баллисту доставлять. Их все больше и больше. Ой-ой-ой-ой-ой. Понятно. Одного сажали. Блин, да... Серьезно? Нет. А там на подкрепе один товарищ. Во-первых, баллисты. Во-вторых, закрылись. Почему мне все равно не хватает экономики? Вот вроде делаю, 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 делаю. 1200. Есть. Где деньги? Непонятно. Давай. А зачем каменку мне ставить? Сейчас интересно бы знать. А потому что есть деньги, потому что каменные стены, и тебе нужно камень реализовывать уже сейчас. Все очень просто. Они пытаются пройти. Хреновое место. Скорее надо охотничьи поставить. Двигаемся. В основной больше нет грейдов. Двигаемся дальше. Да, здесь нужно будет уже новый блок делать. И... Ну, имеется в виду с этими... Да, заказываем. Так. Докидываем, как можем, дома. Ну, чтобы сильно не мешать с другой стороны. Там, оказывается, стенки не было. Черт, может, сразу шок поставить, чтобы не париться. Первым грейдом сделать шоковый, поставить, забыть. Ну, чтобы не инвестировать миллион в баллист на данном этапе. Давай, чувствую, что от меня уже хотят больших масштабов. Спасибо. Подсказчики работают, не сдаются. А, там домик у меня стоит, оказывается. Ну, я молодец. Я два раза чуть... Ну, один раз исправился, не поставил домик. А первый... Первый... Первый поставил. Давайте ставим каменки. Раз, два. Тут три. Ну, он сейчас как раз и нужен по инкому. Чуть раньше даже, я бы сказал. Блин, ну пока не будет. Я бы доставил баллист. Там толстяк всех убил. Молодец. Ну, не наш толстяк. Я все равно за него болел. Дострою немножечко еще юнитов, но вообще-то это уже... Там, два крыла остается, это конец острова. Ух, ты ж ежик. Я, 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 я... не успел починить болен час разрушит еще мне здесь нужно сделать шоке ладно давай здесь стенки хоть отстроим а то ведь уже не пробьет конечно но неприятно ведь какая кучность там было лидеров вообще новый блок домов надо будет сделать по центру но в целом с шоками это проходится очень плод просто я бы двигался и сюда сразу и сюда двигался сразу поделился если бы ему была возможность на самом деле это слишком мало солдат и так двинулся 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 построил сразу так наверное пошел бы вдоль снова рыб ловить я это нормально это правильно я бы даже сказал вот и сделаю просто одну шоковую там все равно стрелков нет никаких и потихонечку будем каменные стенки делать и сливать камень который уже плюс 20 и здесь тянемся на юг здесь тоже тянемся на юг и ставлю первую шоковую дано требует по содержанию с другой стороны она должна нам значительно упростить задачу может быть добавить второй барак ой третий барак как же вас здесь много ё-моё шоковая не доделалась к сожалению пока что я бы начал здесь уже выстраивать дома сюда бы вытягивался еще немножко стали да ну шоковая готова хорошо каменные стены делаем ли сразу каменные стены или нет вообще надо сливать камень конечно чем раньше начнем тем будет лучше убеждаемся что а вот так вот да вторые дома надо сразу делать ну типа такие хорошие все это крыло зачистили зачистили же там правда ойл непонятно зачем титанов сделать что ли далее да заказываем так делаю тут сразу склад пока не забыл о отличный склад что успел убрать шоковая тащит так тут тоже тупик кстати тут тупик такой золотом там тупик со стали там тупик золотом мне в любом случае нужно двигаться и так и так и так и так почему не видим заблочили видимо поэтому не видим грейдим леса маловато как вы видим как мы видим добавляем еще пару лесопилок и выдвигаемся уже последней группой чистить эту часть так что там по кажется я станет стоя здесь добываем тут станет было не знаю правда зачем мне ставить в таком количестве это очень странно он лес ушел любви такие лесопилки на на 25 двигаемся двигаемся ты склад хотел здесь построить хотел немножко раскидаем народ чтобы вообще бы я бы сдвинулся этими ближе к границе не очень грамотно ставлю ушки да выстраиваем экономику здесь лес здесь ой смысле лес здесь золото здесь золото опять же стали не нужна не вижу смысла а вот сюда надо было двигаться не понимаю почему я этого не сделал сразу тоже тоже золото так ну что может поставим тогда ну давайте посмотрим где мы можем построить после этой волны надо собраться и на линию фронта переводить чем я хотел бы оставить оставить ворота по какому-то бы принципу нужно по центру конечно вот еще камень нужный так далее точка сбора сюда зачистили почти зачистили зачищаем а а ну вот хотел же проследить электричество воткнул завтыкал точнее с электричеством прекрасно прекрасно давай сразу ворота выстраивай по центру и все выходим солдатами будем здесь качаться потом перенесем немножко на следующий раз линию фронта поближе сюда сюда солдаты очень медленно идут вышка пока не стреляют так ну все вроде как дальше мы просто делаем экономику моей мечты там новый блок бедные солдаты здесь наверху они же умрут их не увезти пусть качается давай еще блок ферм а дальше я бы перестроил все это к чертовой бабушке прям чтобы я бы даже шоковую перестроил если честно что стоит тут тоже так вот далее еще один склад сюда еще пара ферм не забываем про рыб не забываем про то что у меня не поставлена добыча камня вот это вот потому что это последняя добыча камня и не поставлена последняя добыча этого ну инкам уже шикарный не знаю что нам тут пока располагаем солдат чтобы они качались ну надо шоковую добавить тоже будет ну я имею ввиду вот первый ряд вот сюда все весь камень мы добываем все золото тоже с которой отдельно мы тоже добываем баллисты меняем на шоковым стараемся их делать довольно плотненько друг дружки насколько это возможно почему здесь не могу не построить не могу построить а видимо потому что не хватает нет хватало и не хватает странно это а ворон как ворота как двойные стенки так у нас сороковой день да то есть скоро будет затишки уже у зомбари это значит что нам надо будет после этого вообще мне сейчас уже нужно городить городить шоки а между шоками мы можем баллист поставить не не можем как мне ворота не отдавать но я специально ворота делаю чтобы можно было потом вот видимо так и сливать камень сливает сливать 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 камень кажется здесь пять шоков зашло спокойно сталь вроде есть два косаря инком ну а че еще делать можно порыбачить что фермы потом не отстраивать ну отстраивать но с меньшими проблемами это опция почему нет довольно большое количество хавчика а помню что отсюда пойдут еще помните там будут упыри с которыми надо справиться будет на шоковый тоже камень нужен чуть-чуть я совсем там не доедаю ну давайте солдат вот я сейчас думаю надо построить три-четыре барака дополнительно потому что деньги явно у нас будет скапливаться шесть бараков норм слабенько миша больше баллиста строить не буду сделаем небольшую оборону небольшую ты дурак ну а как иначе не баллиста надо делать миша это это ошибка если ты их не будешь делать мне ворота не нравится сейчас прям дико не нравится они отъедают так много но с другой стороны солдаты будут работать с воротами все это последняя кажись волна перед перед стартом делаю седьмой барак да ези отобьемся я думаю просто ези все вот эти вот баллисты это от лукао не понял а че так между ними больше свободное место должно быть понятненько ну в целом мы их во первых окружаем стенками внутри нельзя да больше трех закрываем так солдаты у нас вот здесь стоят по пытаются толпиться и отступают постепенно назад вижу что энергии не хватает возможно стоит ну камни не хватит потому что камень еще нужен как раз на шоке и получается придется мне стенками стенками и солдатами ну и баллистами конечно же будем ли мы протягивать на отступление нормальные ворота по идее надо отличные ворота уходящие вдаль потому что ворота уязвимы чем стенка обычная ну дальше это все надо перекрыть хотя бы какими-то стенками такими ну между а потом уже потом уже главное чтобы тебя здесь ничего не отключили продублировать может как-то сеть я нас нас ты очень плохо здесь все выстроил миша вот я сейчас тебе честно говорю прям прям вот очень плохо выстроил мне очень нравится как я тут все сделал ну шоков так-то мало и защита между ними тоже весьма посредственная и и за ворот с одной стороны у нас солдаты могут участвовать в сражении и отступать постепенно с другой стороны мы где-то на пятую часть уменьшили количество вышек которые могли здесь построить ферма леса им идет четыре дня осталось до финальной волны вот тут как бы уже все уходишь в закат блин они не могут здесь путь найти а я так не могу и видимо все отставить ворота давай добавим сейчас еще несколько шоков может быть даже ближе к концу потому что тут как-то удобнее защищаться будет я думаю ну уже понять не будет и кучность их снова взрастет на повороте то есть я б тут сварганил пару шоковых вышек пару тройку четверку и нормально бы их отгородил напоследок то есть тут ладно еще но вот вышки вот эти надо отгородить прям основательно инкам хорош по деньгам через три дня старт без башен для пехоты ну-ну так у нас первый ну-нук появился в чатике он синий он стандартный товарищ тоже да всем он нам знаком он ну-нук поговорим с ним после этой карты ко мне нет ни хрена ну потом загадим здесь все стенками тарт так а мы можем здесь пропитать еще Да, вот так надо пропитать Вот так надо пропитать Это надо удалить, это надо удалить, это надо удалить Это надо удалить Пока поставить, какая есть стенка вокруг мейна Потому что, возможно, придется и Его защищать Но я вообще рассчитываю на шоки Они, конечно Разнесены у меня, к сожалению, не очень хорошо Солдат всего соточка за два дня Больше не построю, сильно больше не построю Задача как раз Это мы сдадим, получается Болисты немножко перекрываем Был бы и добавил здесь пару-тройки болистов Главное, чтобы солдаты ушли Видимо, надо будет, уходя, гасить вот эту вот штуку Появляется немножко еще камня Добавляем Добавляем Так, а смогу ли я вообще с солдатами здесь в Кучно стоять? Более-менее, да, могу Да, могу Ну, сто солдат здесь стоит Ладно, чуть больше А где остальные? А, нет, остальные здесь Ну, погнали, блин Че делать Ну что, шоковые вышки Это наше все Помним, что отсюда еще периодически подходят люди Все равно ничего не поставить, кроме Скажем, какой-нибудь Болисты И то она Удар не держит Я бы оставил Игрейдл камень вокруг мейна Последние, по сути, последние линии обороны 125 солдат Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Шоковых на первой линии Еще пять в конце Встреча, товарищи, пораньше Вроде там не все быстрые Мне там довольно быстрые все Бежали домой Потому что имеет смысл пока пострелять На первую вот эту вот волну взять Ну, ради логулапов Заходим внутрь Капец Толпимся Нам очень сложно заходить Да я вижу, что подъедают Но я специально еще танкую Потому что они быстро довольно снимают Хорошо, шоки бьют Ну, их там очень много О, ёппараси А может и не справимся Так, чуть глубже Возможно, зря я так Первые три вышки уже закончились Начинают работать баллисты Следующие шоки Минус четыре шока уже Следующие шоки Пошли Ну, их всего три здесь Ну, солдаты стреляют довольно активно Не все, но стреляют Сняли, отлично А, не заканчивается уже Ну, уже становится, видите Еще минус шок Кажется, уже все Ну, истекает, видите Там вроде не пробили С другой стороны А, вот это плохо А, там трех солдат Хотя шоковая помогает Другие солдаты тоже помогают Но пробиваются, видите Там, где у нас стенки Деревянные Блин, как же вас много Тут надо стоять уже С солдатами Да, без шоков здесь сложновато То есть это было далеко еще не конец То есть, да, их становится поменьше Стало поменьше Баллисты сверху отключились К сожалению Я почти не сомневаюсь Что мы отобьемся уже Ну, потому что их уже мало Вон все, концовка Потому что тут еще шоки есть Солдат все живые Они помогают Очень сильным Шок начинает стрелять Все Да, с шоковыми Эта миссия, конечно, очень легкая Ну, то есть все равно Даже если ты Ну, если ты не знаешь Ты, скорее всего, сдохнешь Ну, чего ждать От финальной волны Ну, потому что Ты не будешь так прям Дико вслепую Защищаться Это очень нелогично Прям вот Прям вот Все выстраивать Ну, в целом, да А что там Синяк Рассказывал про вышки Какие-то что-то еще Как его звали Там Нук, не Нук Хочется комментарий услышать От эксперта Что он думает По поводу Сложившейся ситуации Это чудо Дрон 630 3031 Готово Ну, шоки, шоки, шоки Но с пятого раза Ну, ладно Там один был ретрай С четвертого по факту Получается Случайность, говорит Да Так, и у нас очки исследования Низменность какая-то Причем она какая-то Несложная Вроде как по Эти плодородные земли Усеянные маленькими озерами Является хорошим местом Для создания крупного поселения Для множества людей Свободных земель Не так много Поэтому вам придется Использовать каждый Миллиметр грунта Для расширения поселения Кроме того Регион не богат на Минералы и железо Ну, у меня железо Инком есть хорошее Но изобилует Животными растениями Чтобы сделать Стоять большую армию Для борьбы Использовать Бродячим Численность 50 Низменность халява Низменность А, не халява, да? Так, давайте посмотрим Что у нас есть Ох А у нас, кстати, снайперы Они имеют Какие-то дополнительные Дополнительные бафы Потому что я вижу Что на тех же самых Лучниц и солдат Много всего А, в самом конце О, высокоэнергетическая плазма Это шоковая Солнечные сверхпередатчики Биохимия Титан, машинная Ива артиллерия Солдаты перебафаны Верхний правой Угол с нейпой Солдаты еще урон атаки Юниты плюс броня Урон титанам Снайпер Ранг Урон атаки 20% Не так уж что-то Далеко, кстати Можем рашануть Снайпов Ютуба нет Ну, бывает Аспирант не готов Видимо был Так Что еще хорошего Мы можем взять Можно попробовать Реально пойти В осу Осталось не так много А почему не можем? Совершенственная техника нужна Да Ну, просто хочется Не ради нефти Золото приятно Плюс 300 Но Не, снайпов я еще не следовал Но они там В двух шагах В трех шагах Да Низменность Да, говорите Сложная Ну вот узкий привал Очень сложная Гнездо гарпии Я бы посмотрел На низменность Есть банк Довольно Ходовой Хороший На макро Классный Очень классный Ну, как бы он проверен Временем Еще рынок есть Который надо бы взять Можно рынок банк Получается На эту миссию Там, говорят Мало свободного места Как раз то, что нужно Для Эффективной добычи Золото за убийство Рекомендовали Тоже Но для него Нужно Возврат Господи Еще у солдат Этот А что у солдат В результате есть По урону По 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 Реально Это Разведчик Броня 20% Из 40 А 60 Это Ну, там Это не 20% На самом деле Это 50% От текущего Что И дешевенькая Она, да Дальше Дальнобойная Для солдат Тоже очень классная Радиус Плюс Единичка Дешево Что реально Через солдат Они у меня В каждой миссии На старте Давай пока Уберем Так Уберем Уберем Банк В начале Миссии Нет Так Где-то 20% Урона Но Кажется В конце Было Что-то Такое Да Это всем юнитам Броня Урон Титан Урон Снайпер Вот 20% Еще Урона Солдатам Да И вот 20% Еще Да Реально У солдата Огромное количество Баф Я согласен Ладно Давайте попробуем Я все равно Их строю У меня и барак Ранний И сталь Притаскивают Без привязки Я Это будет колоссальный Ап Давай попробуем Можно кстати Узкий перевал Так пройти Ну там Солдат сейчас в полтора раза увеличилась защита с 40% до 60%. Увеличился радиус и урон на 20%. Посмотрим. Ой, реально маленькая. Ой, радиус дали, смотрите. Все плодородное, как вы видите. Прям все. Рыбач. Фермы, строй, стальза. Но тесновато, согласен. Но мне нравится сама... А, видите, командный центр сразу дает себе представление о происходящем. Я бы сыграл через ранний барак, чисто для того, чтобы попробовать солдат в деле. Не боимся загаживать палатками места. Гораздо удобнее так, когда ты видишь количество людей в округе. И архитектуру, что тоже важно. Это помогает в планировании поселения вашего. Гораздо все лучше видно. Ну, тесновато, конечно. Тесновато и очень много зомбарей. То есть, ранний барак — это решение, на самом деле. Ну, до этого момента мне нужно дождаться тика камня. Я не буду ставить отдельно, чтобы камень собирать. Тут барак. Тут пока атака. Блин, опасно. Опасно я начинаю уже... ...строиться. ...строиться. И шуметь. Да, хочу солдат. А пробировать как раз. Они вот в этой ситуации могут показать себя с хорошей стороны. Слишком много врагов по близости. 16, следующий тик — барак будет. Но это будет... ...тут хорошо зашли бы бонусы на дополнительных юнитов на старте. Но в целом, учитывая тайминг барака, думаю, что... ...жалко, что здесь не поставить. Еще страшного нет. Короче, ждем двадцатку, строим барак где-то здесь. И начинаем штукоповаться. Стараемся сильно не шуметь. Надо подумать, какое направление пушить. Что солдаты сразу начнут шуметь. Возможно, стоит сделать... ...это так, примерно. Стали видеть, что же нам доставляется. Да, палаточки аркадненько. Все готовимся ставить барак. Должны сейчас привезти нужный камень. Но перед тем, как выходить солдатом... ...видите, там бегуны рядышком. Я бы... ...я бы на самом деле сделал... ...хотя бы какую-то защиту. ...и построил бы несколько солдат. Был бы камень, можно было бы два барака сыграть. Хотя у тебя ресурсов не хватит на это все дело. Иду бы. Давай сюда. Я к тому, что нужны стенки. Нужны стенки на каких-то пограничных моментах. Потому что... ...и понять, какое количество тебе нужно солдат для того, чтобы... Стучат, гады. Блин, а может быть и ранний камень надо было делать для второго барака. Действительно. Да, у солдат не 40, а 60 защиты. Это просто подгон. Пытаюсь аккуратненько им стрелять, чтобы сильно не поднимать шум. В Салмании танковать должны, по идее. Это вот плохо. Кажется, я уже немножечко пошумел. Мягко говоря. Да, кажется, конец. Очень высокая плотность, скучность. Интересно, сколько мне нужно здесь людей для того, чтобы... Очень много шумил. Так, ну... Я бы сделал все-таки... Я бы сделал все-таки... Быстрый камень. И поставил бы два барака. Потому что территории у тебя здесь нет. Но миссия кажется тоже довольно сложной. Потому что кучность высокая. Мне кажется, надо еще городить сразу стеночек. Миллион. То есть надо отталкиваться от того... От того леса, который у нас есть. Ставить заслончик. Стенку. Определить количество солдат, которые позволят себе... Ну, определить направление, откуда будешь выходить. Но, скорее всего, здесь. Несмотря на... Ну да, здесь. Потому что тут три дырки, так скажем. А там... А там меньше выходит. Сделать... Возможно, рыбацкая здесь неправильная. Но второй барак, я думаю, что это мастхебная штука здесь. Если мы собираемся открываться не через баллисты, а через солдат... Прям очень нужная вещь. И... Давай так. Потихо мы пробуем морчами... Прикрыть. Начинаем сразу добывать лес. Ой, в смысле лес. Камень. Потом, кстати, можно снести. Мне он не нужен. Мне даже сложно будет там обороняться. Из-за этого камня. Чтобы не отгораживать. Поставить вот стенку раз, стенку два. Хотя, мне кажется, еще с юга прибегут. То есть, тут делаем два барака. Не поместится он у тебя два барака там. Бывает. Интересные девки пляшут. Тебе лес нужен, Миш. Ну, что-то приносит каждый день. Ну, что-то мы должны добывать все-таки. То есть, тут слишком сложно защищаться. Вот здесь слишком широкий фронт. Тут поближе к правде. Ой, ну куда ты? Ну что ты? Ну не надо бежать. Надо прикинуть, как мы будем делать стенку. К сожалению, рыбов надо будет убирать. Прямо убирать, убирать. И переносить этих рыбов. На клетку вниз. Так. 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 Увы. Ну иначе не защитится. Блин, а тут и барак не поместится. Тут даже барак не поместится. Барак уже надо делать. Дерево нет, но дерево, ладно, принесут нам. Какую-то хитрую я штуку гаражу. Можно еще лесопилку? Она тебе сейчас только понадобится, а дальше не особо. Нет, дальше ты на стенке, она нужна будет, потому что ты не прав. Очень даже. Так что давай. Одну лесопилочку, пожалуйста, оформи. Еще одну. Точно? Да, точно. На барак тридцатка, шестьдесят нужно. Ну, я не знаю, куда мне ставить барак. И, видимо, придется ставить барак либо один, что не входит в мои планы. Твой дурачок. Да нельзя. Жесть, конечно. Что ты хочешь? Ты плачешь. Ты опять? Да. Время. Окей. Греть. Что? Да. Надо место здесь по два барака. Столько зомбарей сразу обратят на меня внимание. Сто процентов. Так, эту штуку можно снести уже. Камень же не нужен тебе. Ну, не нужен. Сноси. Ладно, один здесь помещается. Может, второй бы здесь поместился, если бы я убрал. А, проверь, важный момент. Идеально. Два барака, хантрески. Погнали. Так, хорошо. То есть здесь мы выстраиваем стенку, пытаемся солдат намасить. Здесь мы, ну, потом уносим арчей на дополнительную защиту на другое направление. Но первое, что я хочу сделать, это сделать там 6-8 солдат и двойную стенку тут пильнуть. Двойной не получится. Нет, ну, так. Собственно, все, на что нужен лес. Еще козло ментов вызвать. Кто у нас сегодня за козла? Все, и погнали на ту экономику, которая есть. На накопленные, скорее, средства мы строим солдат. Сталь нам прибавляется за счет бонуса, камень нам прибавляется и лес тоже за счет бонуса. Но я думаю, здесь очень важно будет как раз подстроить какое-то количество солдат для начала. Но выходить все равно нужно как можно раньше, на самом деле. Они могут выйти, надеюсь? Или там... Придется обходить. Там столб. Какой долгий обход. Вот откуда здесь лидер? А, там вообще край карты. Ууу, это же Шамида. Я вижу, что скоро не хватит мне. Я даже не стрелял, а уже проблемы. Надо, погнали. Мне нужны киллой. Удачи нам. Ну, нужен опыт. Чем раньше я начну воевать, тем лучше. Здесь проще защищаться будет. Еще бы побольше стенок. Ну, тупо в стенок просто. Надо переходить еще с точки на точку, желательно. Переходить, периодически уходить назад. Помним про то, что ветераны почти x2 по поинкам. Заходим внутрь, бросаем внешнюю стенку, пытаемся здесь защититься. Но их что-то очень много уже. Тысячи не хватает. Ну, либо ветераны меня спасают. Стенка минус. Пишет, что нет. Как вас много, а? О, поезд такой, вжух. Они уже в бараке. Что-то передислоцируемся. Пробуем отбиться на... Ну, мои не слишком много. Блин, такая жесть просто. Окей. Ну, ветераны пошли. Выходить чуть позже. Мне не нравится идея. Почему? Потому что позже выйдешь, позже будет у тебя... Ну, ты все равно сагришь такое же количество людей, потому что каждый солдат шумит. Ну, приблизительно такое же. Вот. Может быть, дождаться большего количества солдат. И для того, чтобы к ним не подходить... Нет. Ну, как это сделать-то? Ё-моё. Сложно. Не, ну, вообще солдаты пока что... Пока что нравятся. Двадцатка. Рейндж. Плюс защита. Может быть, даже стоило потанковать. Но... Что у нас осталось еще? Узкий перевал. А, по сути, это та же самая миссия. Давайте через солдат попробуем пройти. Тоже, говорят, одна из самых сложных в игре. Я в прошлый раз ее травил. Смысл на запад идти. А куда идти? Я же объяснял пару раз в начале игры, что... Почему я иду именно туда? Потому что там защищаться удобнее, чем... Да, эта местность тоже кишит зомбарями. Тоже высокая плотность. Ну, не такая высокая, как в прошлый раз. Но я попробую тоже через ранний барак без баллистов сыграть. О, здесь будет немножко проще, потому что, видите, энергосеть у меня отлично распространяется сейчас. Достаем почти сразу. Пш-ш-ш-е. Тут не совсем понятно, по какому направлению двигаться тоже. Но, скорее всего, я буду действовать, опять же, отталкиваясь от стенок и от... На юг не хочу, там тяжеловато. Так, тут же у нас ресурсы еще забыл совсем. Встраиваю... Так, тихо, я же тебе сказал... А, потому что через шифт не работает атака. Все, никак не могу привыкнуть, что в этой игре нет такой опции. Здесь хорошая экономика, можно точно играть в два барака, плюс есть еще рядышком камень. Я бы его, в первую очередь, забрал. Сильно пушить направление не будем. Да, я бы пропушил южное направление как раз на предмет нового камня для того, чтобы быстрее построить солдат. В отличие от прошлой карты, мы чуть ли не в три барака здесь можем сыграть. Ну, опять же, хватит, не хватит. Дело такое. Сюда дотянусь все-таки к этим... Вот так. Пошли к камню. Помнили сопилку, помню... Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Кажется, вот так... Опять зомбарей, ребят Здравствуй, зомбарь Леса нет Так, еще какое направление пушить тоже Скорее надо отталкиваться от того, какое удобнее защищать Я бы северное взял Какое-нибудь вот такое Максимально удаленное Либо вот отсюда шел, потому что тут много свободного места И мы можем двигаться вот сюда И, да, наверное, попробовать надо туда Что здесь из-за широкого такого Ну, из-за елок вот этих Самые главные Они очень бесят Выбираем место под бараки уже Сейчас первый камень у нас появляется И можно бахать барак Надо с этих солдат как-то по-хитрому контролить Блин, я не знаю как О, мне еда заканчивается Между прочим Помню, помню Тут еще вроде помню девятку и шестнадцать Уже лучше Да, еды хватит на старте Так, и поставить рудник для более быстрого барака Второго, третьего Может быть Ну, до сих пор не определился С какого направления буду двигаться Скорее всего, отсюда Потому что там удобно кайтить народ Далее Какая-то экономика, естественно, нужна Солдат Заказываем Помню, на седьмом дне Здесь прибегают уже Блин, а как реально Продвигаться-то Это же не хухры-мухры Мне нужно место Максимально удаленное Видимо, вот это вот Может быть, его не надо было вообще подпушивать Вот это вполне То есть стиснул, отошел И все И улыбаешься Ну, чтобы там спокойно Солдаты подкачались Все, убираем Тебя скорее сюда Следующий инком Делаем следующий барак Да Только нужно доходы еще побольше Да, я помню про ферму То есть, ну, здесь место есть Плодородное Пока штампуем Солдат И начинаем их потихонечку выкачивать Дальше Тикп Строим второй барак Где-то здесь тоже Поблизости Я бы двинулся сюда Ради стенки Второй барак Даже на самом деле Может, имеет смысл Убрать каменку Солдат Солдат Начинаем контролить Смотрим Что по еде Вон, видите, уже бегуны такие Все Наша задача Попробовать Вот с двух бараков Нормально Поштамповаться Вступаем назад Ветераны готовы На разные клеточки Проходим С солдатами Чтобы было попроще Да, заказываем Но экономика У меня уже не такая Чтобы Я бы убрал Вот эту штуку Ради дополнительного солдата И сделал бы немножко Вы не поверите Еще палаток Чтобы сохранить динамику Как насчет Стенки здесь Они очень быстро Качаются, конечно Солдаты И помним про то Что у них защита Прекрасная Зря ты так уходишь Конечно Зря 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 Хавчик закончился Не забываем Что у нас инкам Кроме стандартного Еще приходят С поезда Реально не стоит Об этом забывать Солдаты Когда поднимутся На следующий уровень У них будет Процентов на 70 Больше урона Уже 70 есть, товарищ Цены держатся Как могут Кто-то новенький Кто-то не новенький Хорошо стреляют В идеале Нужно выкачать их Первой волне Отходят Но защита Еще на 50% Больше Первый ветеран 31 урон Второй ветеран Я не буду их Отводить Потому что Хотя Хотя почему нет Ты же справляешься Твоя задача Это Криппинг Грубо говоря Вот Крипсы Пусть они стоят Улыбаются Второй линии Обороны Ну так Если подходят люди То уже Принимаешь Качаем народ На самом деле На самом деле Они и волну Могут Принять Спокойно Если будет Пара Тройка Стенок То есть Даже Бейсболист Получается Да Ай Подожди Седьмой День Сейчас Побегут По направлениям Надо Подстраховаться Ну а пошел процесс Вот 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 Беда Да Солдаты Очень хорошие Правы были Эксперты Ну и целое направление Здесь пропушил Уже И при этом Мы подготовились На седьмой день У нас уже Такое количество Солдат Здесь можно уже Выстраивать Я бы пошел Столярку делать Ой-ой-ой А На седьмой день Здесь Продолжение 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 Этот Поджим в целом более-менее понятным возможно даже не стоит а из-за чего интересно а там там видимо так просто такая полуволна тоже пошла и все хочу мы можем сделать в таком случае я просто не знаю что там там они соединятся не соединяться может быть они нет они точно побежали из-за того что там сгрызли арчу и побежали шум с той стороны довольно не сильно они слишком может быть нас под страховку просто отправлять да давай не будем сюда развиваться вообще быстрее зачистим лучше здесь это ставим солдатам помнить хорошее место только ресурсы там тиснуть надо и все и никаких проблем для более быстрого старта но солдаты очень хороши во первых то что мы сделали и добываем сталь точнее добываем а и камень и очень круто блин эти барсуки все-таки потянутся но первое что я бы хотел сделать это к сожалению придется мне вот помогать убивать это дополнительный камень для второго барака стараюсь ну что солдаты но вы видели качаются очень быстро уже можно немножко подконтролить здесь так чтобы они не мозолил глаза просто просто вот 9 10 9 кажется потом ветеранам буду отводить на подкрепление справа чтобы они в случае если сорвутся другие могли 6 камни это тоже пропушим немножечко лес маловато лес то как раз я зевнул следующий приход ко мне уже приведет к тому что мы сможем поставить барак но леса не хватит хотя если принесет нам еще вот эту девятку и еще сверху не помню сколько 15 вроде как то хватит на древесин там не тридцатку а двадцатка стоит только нужна еще мельница не забываем что энергии нет так что начнем мы сначала с мельницей целом мы можем раньше рудник своими продать и почему бы нет сколько он ждет 4 все равно не хватит ну нет так нет ладно не ставь сейчас ты в лес очень нужен есть уже ближе я бы не стал подходить вроде как хочется экспу получить но рисковое мероприятие сейчас чуть ли не два барака сразу строим чуть-чуть дерева не хватает но тут тик тут тик и все погнали дальше солдаты пойдут убивать зомбарей учиться потом сюда вполне вероятно надо будет сделать еще дополнительные лесопилки хотя нет я думаю может быть там как-то через стенки еще то есть поставить хотя бы какие-то условные стеночки да все погнали погнали или пищи нет. Ну, сейчас застроится. Ничего, ничего, ничего. Просто надо в определенный момент будет просто заниматься уже не только штамповкой солдат и их обучением там ротации, но добавлять солдат на разные направления и там постепенно выстраивать стенки. А для стенок нам нужно будет как минимум масс лесопилочки. Прям масс лесопилочки. Ну, пока солдат строим. Рабочих не хватает. Должны были привезти рабочих, не привезли. Все, погнали. Потихонечку стреляем. Ждем поезда, чтобы дозаказать. Давай этот уберем. Не нравится он мне. Как раз рабочий появится. Просто сами по себе стенки не являются спасением. Потому что они так же поднимают шум и народ бежит к тебе. Так, рабочих нам дают. 20. Хорошо. Соответственно, здесь можно еще... Пока что концентрируемся на добыче еде и на получении опыта. Ну и закидываем ветеранов на вот это вот направление в первую очередь. Стараемся сильно... Не так сильно шуметь. За счет стали на самом деле мы тут очень-очень хорошо. За счет халявного камня, халявной стали, дополнительных ресурсов, то, что нам подводят. Так бы нам пришлось еще за сталью идти наверх, чтобы... уменьшить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, мне не особо нужно даже типа кайтить кем-то впереди бегать пока что. Так как они танкуют хорошо все равно. Ну, ждем первых ветеранов, отправляем их может быть по одному на направление, чтобы не сдохнуть от мини-волн, потому что сначала они же были, мини-волны. Помните? Я вот помню. Ну, начну с... отсюда. О, первый пошел. Оставляем его сюда. Ну, вот так делаем хотя бы. Ждем следующих, штампуем. Я думаю, минут 20. Может быть, быстрее. Ну, короче, как умру, так умру. Ребята, не сопротивляемся, короче. Потому что жена пришла, говорит, когда. Когда? Я не знаю, когда. Ветерана беру. Ухожу сюда. Проходим, проходим. Сплетимся, пожалуйста. Они сами кучкуются, блин. Вон, кажется, уже бегут. Вроде рановато. Да нет, идут. Ох, что делать? Во, пожалуйста. Нет. А, это мини-волна была. Инфрэкшн. А, это там. Ребят, давайте сюда, пожалуйста. Вверху вроде живы. Пока ходим. Пока ходим. Еды нет. Я потихонечку строюсь. Продолжение следует... Капец, держались. Ну, давай, чё, двигаемся. Что мы хотим? Мы хотим... Мы хотим больше палаток. Мы хотим сейчас немножечко перестать строить... Вычленить, соответственно, этих, взять обычных. Двинуться сюда, не знаю, зачем. Ну, смысл в том, что тут закрываемся. Тут идём. Да, солдаты совсем по-другому тут игру поворачивают. Правда, через три дня уже будет этот, уже... Так, его. Их вообще лучше уводить немножечко за, немножечко. Ну, чисто, чтобы они страховали народ. Блин. Рабочек нужна, мастерская нужна. Солдаты лучше не делать. Да, это крутой. Крутые бафы на солдата. Крутые сами по себе солдаты. Что я могу сделать? Я могу поставить вот еду. Я могу поставить здесь еду. Я могу двинуться сюда. Я могу двинуться сюда. Это будут рыбы. Это убираем, убираем. Камень не нужен. Электричество ставим. Палатки доделываем. Ну, нельзя солдат сейчас делать, к сожалению. Блин, сложно, конечно, что они и такие, и такие. Давай, давай по направлениям раскидываем их ветеранов. Чтобы было проще отбиваться от мини-волн. Давай, здесь еду дальше делаем. Делаем. Палаточки. Слушай, они почти все уже у тебя тут. Какие надо. Через два дня пойдет волна. Столярку ждем рабочих. Да, заказываю пока что. Нет. Да, да, заказываю. Нормально, можно. Двигаться, не двигаться. Двигаться, потому что еда. Да, солдаты топовым. Это под следующие стенки вытягиваюсь. Одиннадцатый, двенадцатый день. Мне не хватит такого количества солдат, чтобы отбиться от первой волны. Но мне все равно нельзя тянуть сейчас со столярной мастерской. Где я по работе, вон он идет в хрешину. Надо возвращаться уже. То есть оставляет здесь народ. Чисто на патруле двух-трех человек. Этими идти уже домой. Пошла столярка где-нибудь. Давай здесь. Места все равно маловато. Рабочих недо заказываем еще. С юга. Какой юг? Какой юг? Юг может быть очень разный. Может быть здесь, а может быть там. У меня сомнение. Что я справлюсь. Леса не хватает. Для леса нет рабочих. Пятнадцать леса. Пятнадцать леса сбор. Они идут здесь. Снимаем стенку, снимаем стенку, снимаем стенку. Пробуем здесь что-то поставить. Но мне кажется, нас сажут просто. Мне нужны и солдаты, и мансиец. Да убей. Одиночная стенка против первой волны. Ладно, с богом. Опять рабочих не хватает. Погнали, ферму делаем. Хотя надо палатки было делать. Естественно. Они уже идут. Арчо, я пытаюсь завести хотя бы часть. Ой, да ну нафиг. Ты что, нет, нет, нет. Это нам не взять. Солдатами никак. Атак. капец какие же они злые еще солдаты правда это это папа гасит мне вы видели сам шоке капец я сам шоке вставляем здесь улыбаться давай второе южное направление не ну это она это солдаты имба конечно так давай экономика нам нужно за немного нужно защитить все сейчас мое южное направление тут видите такие узкие проходы все по сути их нужно окучивать я даже не буду еще солдат делать какое-то время что этого количества хватает на зачистку моя задача сейчас сделать фермы сделать грыженные домики начать начать все это делом ладно не буду но отстраиваться надо палаточками пока есть хапчик сейчас придет лес поставим ферму да ладно что охренеть прикольные скрипты и ну ясно их ответ просто надо их сплитить видимо оставляет на по 4 по 5 человек почему они с этой стороны побежали а не снизу ладно друзья все равно надо заканчивать спасибо что смотрели надо было зафиксировать какой-то был день кстати вот этот очень важный момент надо было зафиксировать какой день завтра вечерком ориентировочно продолжил спасибо что смотрели спасибо что болели заходили на г г продолжайте заходить До завтра На 14 день Да, солдаты имба Мне подсполерили про солдат Но да, солдаты топовые, конечно Топовые